Двадцать новых школ и один детсад. Первый день учебного года открыли в Дагестане. Школы республики сегодня распахнули свои двери для тысяч детей. Торжественный этот праздник отметили и в учебном заведении имени Абдулхамида Юсупова. В шаге от золота. Дагестанский тэквондист Алясха Брамазанов стал вторым трезером Паралимпийских игр в Париже. Выпускной для студенток Диу прошел в духовном центре пророка Иссы Мир. Ему мероприятие посетила и советник муфти республики Айна Гамзатова. Глава республики поздравил дагестанцев с праздником, посвященным началу учебного года. Сергей Меликов отметил, что учеба открывает дорогу к новым успехам и достижениям. Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок в Дагестане учился в современных условиях и смог стать успешным в жизни. Но не менее значимо, чтобы наши дети выросли настоящими гражданами, любящими свою родину так, как любили ее их предки. Уверен, что все мы, и учителя, и родители должны включиться в решение этой важнейшей задачи. Муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди поздравил школьников, родителей и преподавателей с началом нового учебного года. Духовный лидер отметил, что это начало большого пути, где каждый выполняет свою важную роль. Ученики, перед вами открывается возможность познания мира и духовного роста. Каждый урок, каждый новый факт – это кирпичи в фундаменте вашего будущего. Пусть ваши сердца будут открыты знаниям, которые приближают вас к успеху в обоих мирах. Дорогие преподаватели, вам доверено самое ценное – будущее наших детей. Ваша задача – не просто передавать знания, но и взращивать в сердцах детей любовь и уважение к нравственным ценностям. Пусть ваши труды будут благословенными, а ваша мудрость и доброта помогут формировать поколение, которое будет следовать пути истины и справедливости. В первый день учебного года в Дагестане открылось 20 новых школ и один детский сад. Новые образовательные пространства на более чем 7 тысяч мест распахнули свои двери для детей в городах и селах республики. Самые крупные – в Махачкале, Каспийске и в селе Солнечное Хасавертовского района. Все они были построены в рамках нацпроекта «Образование». Если 4-5 лет тому назад мы в год открывали 5-7 школ, только за последние 2 года, за последние 2 года, в прошлом году мы открыли 20-20, в этом году 21 образовательные учреждения. И это тем мы будем дальше тоже держать. Вот сегодня школы, которые мы открываем, мы сегодня открываем новые ученические места, порядка 7 тысяч мест и один детский сад на 120 мест. Продолжается строительство в нашей республике еще 17 школ, из которых в следующем году планируется открытие 7 школ и 1 детского сада. Белоснежные рубашки, цветы в руках, а на плечах рюкзаки. У первоклассников первый день учебы. Во всех образовательных учреждениях сегодня праздник. Торжественные обстановки приняли новых учеников и в школе имени Духамида Исупова. Поздравляем вас и желаем вам успеха и везения во всех ваших начинаниях, в помощи Всевышнего. Учителям желаю утепения, мудрости, вдохновения. Для педагогов школы начало учебного года – это всегда значимый и ответственный день. К ним пришли новые ученики, еще совсем маленькие и не осознающие всю серьезность своего шага в жизни. Задача преподавателей в эти ближайшие годы – объяснить им, что получение знаний – одна из самых важных человеческих нужд. Поздравить с первым днем знаний. Я считаю, что выбор нашей школы – это такой вот он доверие, которое проявили наши родители. Хотелось бы оправдать их ожидания, потому что дети – это тот материал, с которым нам приходится работать и обучать, и в последующем социализировать. Дети переступают порог школы в первый раз, впервые. Для них немножко волнительно. Но мы все и дети испытываем счастье, радость, входя в школу. Многие дети уже признались, что хотели побыстрее в свой первый класс. Школа Абдулхамида Ясупова носит имя известного ученого-богослова Дагестана. Здесь, наряду с образовательной программой, большое значение дается и воспитательному процессу. Отдавая сюда детей, родители могут быть спокойны, что их ребенок будет идти по правильному пути. Здесь ученикам прививают духовно-нравственные ценности и патриотизм. Все мы понимаем, насколько важно образование, и понимаем еще нравственное образование, как важно для ребенка. В этой школе и качественное образование светское, и исламское. И вот только поэтому я сюда отправила свои детей, и я прям спокойна, что они здесь. Во-первых, наверное, на сегодняшний день очень важно духовно-нравственное воспитание ребенка. Дать светское образование своему ребенку, я думаю, я всегда успею. Но чтобы мой ребенок, как и я, к 30 годам не пришла к этому, мне хочется, чтобы с самого начала уже основывалось на духовно-нравственном воспитании. Звенит первый звонок. И теперь первоклассник ждут прекрасные годы учебы, а не мучений. Нет сомнений, что в этой школе процесс получения знаний для них станет одним из самых любимых. Абдулла Ариев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. С началом нового учебного года на дорогах республики снова много детей. И это значит, что риск аварии с их участием возрастает. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть более внимательными. Инспекторы ГИБДД отмечают, что родители должны провести инструктаж по безопасному маршруту до школы, а также напомнить им о правилах дорожного движения. А водителям рекомендуют использовать автокресло и снижать скорость перед пешеходными переходами. 40 нарушений выявили сотрудники ГИБДД при проверке безопасности пассажирских перевозок. Из них 10 – за посадку и высадку людей в неустановленном месте. Рейд прошел в Махачкале. Проверка стала напоминанием для всех водителей, что безопасность превыше всего. Организаторы рейда подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок в столице. В Духовном центре имени пророка Исы, мир ему, прошел выпускной для студентов Дагестанского исламского университета. Для них был организован женский маджлис. В программе мероприятия были инсценировки, стихотворения собственного сочинения, а также выступления почетных гостей. Участие в нем приняла супруга и советник муфтии республики Айна Гамзатова. Отметим, что 22 года назад открылось женское отделение Дагестанского исламского университета. Хаквандист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебро Паралимпийских игр. В Париже тяжеловес из Махачкале остановился в шаге от золотой медали, в финале уступив двукратному чемпиону мира из Великобритании Мэтту Бушу. Перед этим Рамазанов превзошел трех соперников. Особенно ярким выдался полуфинал, где наш спортсмен вырвал победу на последних секундах. При счете 17-17 мы вырываем победу. 19-17. Вот так мы обыгрываем Эвана Мэдалом. Алиасхаб Рамазанов – выходец из Чародинского района в столице Дагестана, ученик Руслана Беерсланова. Тренируется в спортшколе имени Магомеда Джафарова. Махачкалинская «Динамо» увозит три очка из Самары. В матче седьмого тура премьер-лиги клуб из Дагестана встречался с крыльями советов. Успех нашей команде принес точный удар нападающего Абакара Гаджиева на исходе первого тайма. Для «Динамовцев» это первая в истории гостевая победа в элитном дивизионе. В активе «Белоголубых» теперь 8 очков и 9 место в турнирной таблице чемпионата.